сегодня я делюсь с вами рецептом классного кофейного маршмеллоу он просто потрясающий сначала мы подготовим емкость нам нужно взять форму в моем случае стеклянная налить туда растительного масла и все хорошенько смазать чтобы не было нигде никаких промежуточков иначе наш маршмеллоу прилипнет и мы конечно же его не сможем оттуда клепить все форма готова отставляем теперь варим крепкий кофе здесь у меня две чашки эспрессо а в сотейник мы наливаем воду и теперь кофе которое мы сварили мы делим пополам половину кружки чашу миксера другую половину в сотейник также в сотейник мы высыпаем соль глюкозный сироп можно самостоятельно приготовить инверсный это совсем не сложно далее насыпаем сахар в дежурь миксера мы высыпаем желатин моем случае гранулированный и отставим буквально на пять минуток после чего начинаем наш процесс приготовления сотейник с глюкозным сиропом и кофе мы ставим на плиту и начинаем нагревать не мешая просто поставили и о нем практически забыли сидим за градусником параллельно на низкой скорости взбиваем желатин наш сироп мы варим до 114 градусов четко по градуснику далее на медленной скорости мы вливаем наш разогретый сироп вливаем медленно но уверенно скорость не повышаем когда мы весь сироп вылили смотрите как горячо там сюда аккуратненько чтобы нас не брызгнула начинаем взбивать взбивать мы будем где-то 8-10 минут на ваших глазах масса будет меняться мы взбиваем на высокой скорости миксером смотрите уже видите жидкая стала непрозрачная и начинают в такой более белый цвет уходить вот такая консистенция у нас в итоге получается то есть видите уже рисунки от венчика миксер уже реально сложно взбивать масса под остыла немножко теперь резко всю массу перекладываю в подготовленную заранее форму медлить нельзя иначе вся масса у нас уже схватится в чаши миксером видите уже сверху начинает оставаться такой рисунок если будете медлить то она таким образом все и схватится далее мы переложили берем пищевую пленку и нам нужно будет ее уложить в контакт то есть воздуха между пленкой и самим ошмелло быть не должно то есть мы так очень нежненько но прихлопываем видите масса уже становится такая плотная и уже довольно пружинит все пленочку вот так натянули и забыли при комнатной температуре где-то на 6 часов можно побольше пищевую пленку сняли теперь наша задача изъять из формы маршмеллоу она за счет того что мы смазали ее маслом довольно быстро отскочит я взяла противень туда высыпала в равных частях кукурузный крахмал и сахарную пудру все немножко перемешала и прям вот таким пластом маршмеллоу наши и выкладываем нам нужно тонким слоем припудрить со всех сторон маршмелло чтобы она не липла к нам лишнюю пудру с крахмалом и страхи потому что она нам большом количестве конечно же не нужно теперь маленький секрет с тем как нарезать очень удобно взять большой нож и повестить его в кипяток можно под горячую воду или в чайник опустить далее мы аккуратненько разрезаем и при необходимости повторяем за счет того что нож горячий желатин чуть-чуть начнет плавится в этом месте да в разрезе и срез будет красивый я разрезаю на довольно таки крупненькие квадратики вы можете делать любой формы которая вам нравится я для красоты срезаю со всех сторон можно этого конечно же не делать если вы готовите там для себя или вам не принципиально она восхитительно пахнет кофе просто потрясающе ну что самое время наслаждаться